Кошмар продолжается. Жители Кордного снова бьют тревогу. От зловония с мусорки невозможно открыть окна, а грызуны перестали бояться людей и спокойно копаются на благоухающей помойке в поисках еды. Все это происходит в поселке с богатейшей историей и некогда огромным потенциалом, загубленным в условиях российской действительности. Обо всем этом селяне рассказали нашей съемочной группе и депутату Законодательного собрания Омской области Максиму Михайленко. Вон она, вон она. Представляете, она даже не обращает внимания. Таких просто много, они привыкли. Они уже убегают. И очень страшно. Бегают, в машины залазят. Они так, в чем машина, они на детских случаях уже привыкли. Количество крыс, говорят люди, давно превысило число жителей Кордного. Освоившиеся грызуны уже не обращают внимания на прохожих и с помойки бегут обживать подвалы. По словам жильцов поселка, близко к контейнерам они стараются не подходить. Детей в эту сторону вообще не упускают. Люди опасаются, что переносчики инфекции могут внезапно на них наброситься. Вы одну увидели, а вообще они тут ходят. Их много очень. И хотелось бы наш поселок, ну такой хороший. Знаете, 40 лет здесь живу. У нас такая красота здесь на поселке была, чистота. Но сейчас что-то прям вообще эти управляющие компании вообще не работают. Платим за это все. И что? В таком состоянии поселок далеко не один год. Но когда-то все было совершенно иначе. Сегодня старожилы с тоской вспоминают советские времена, когда работала кортная фабрика, поселок был развивающимся населенным пунктом, ухожен и значим для своей области. Детворе вместе с родителями всегда было чем заняться. На близлежащем теперь заброшенном стадионе располагался бассейн, а аттракцион-паровозик катал местную ребятню. Вместе с демократами в корном прочно укрепились вечная грязь и бардак. Процветало и цветочки были, и бассейн был. Ну вообще хорошо было. Но я тут живу уже 20 лет, как стояла эта помойка. Вот как она, спасибо, ой, не знаю, как ее правильно назвать, пусть это помойка. Но она была облагорожена, был асфальт, ее убирали, подметали, вывозили. И она себе стояла в стороне. Понимаете, она как бы никому не приносила вот таких неудобств. Конечно, лучше вот эту помойку не было такого, чтобы здесь командовали. Вот отбили. Такая стройка. Мы все на корной фабрике работали. Фабрика рассыпалась, понимаете? Шина рассыпалась. Мы здесь все жили, как люди. Мы пришли буржуи и все. Да ты что такое-то, а? Ну не умеем мы воробать. Для кого мы вообще-то, для кого голосуем-то? За этим бюрократам, за этим воров, которые воруют у нас же наши же деньги. Где-то наши деньги. Был стадион, качели, карусели, был бассейн на улице. Мои дети лично выросли на этом стадионе. Сейчас там все заброшено. Поселок наш просто процветает в мусоре. Мы хотим, чтобы вы нам помогли. Окончательно выбила из колеи последняя провластная инициатива. С вступлением в силу мусорной реформы жить в поселке стало просто невозможно. Особое беспокойство вызывает место под контейнеры, которые выбрали власти. Легко воспламеняющийся мусор разместили рядом с газгольдером. Не раз народ просил вернуть баки на прежнее место. Но оказалось, что территорию, на которой раньше находилась мусорка, выкупил частник. Селян выслушал депутат Заксобрания Максим Михайленко. Он тоже считает, что нужно принимать срочные меры, пока не произошла большая трагедия. Мы обратимся в администрацию городскую. Во-первых, поинтересуемся вновь образовавшимся забором. Что он ознаменует. Что это здесь планируется. Строительство. Ну, либо еще что-то. Есть ли разрешение на данное строительство. Предполагаемое, опять же, по крайней мере, пока я строительства не вижу. Ну и по вновь установленной площадке накопления мусора. Тоже много вопросов. Она не оборудована. Многие баки стоят на земле, не на специальных подставках. То есть, к этому много вопросов. Депутат-коммунист обещал оказать всяческое содействие жителям поселка и не оставить без внимания данную ситуацию. Вполне вероятно, что ему удастся помочь людям навести порядок в корном.